Так или иначе, но нам с вами придется договориться. Но сколько времени мы готовы потратить на то, чтобы прийти к единому мнению? Не зря говорят, что слово это самое мощное оружие, потому что даже затяжные войны, которые ведутся с танками, бомбами и автоматами, заканчиваются за несколько часов за столом переговоров. И, наверное, вопрос о том, как прийти к единому решению, стоит с тех пор, как люди научились говорить. Те, кто считают, что тот, кто сильнее, тот и прав, упускают очень важный момент, потому что сильнее тот, кто сумел лучше объединиться, а лучше объединились те, кто сумел лучше договориться. Людям присущ природный конформизм. Эволюционно вышло так, что те, кто не соглашались с мнением большинства, в итоге умирали и не оставляли после себя потомство. А вот те, кто следовал вместе с большинством, выживали и оставляли потомство. И теперь во всех у нас есть природный конформизм. Люди склонны считать, что правильно то, что большинство считает правильным. Развитие радио и телевидения позволило небольшой централизованной группе распространять идею о том, что их интересы – это якобы интересы большинства. Более того, что интересы большинства существуют. Весь 20 век наполнен кровопролитными войнами и диктатурами именно из-за радио и телевидения. Ну вот представьте, живете вы у себя в деревушке, пашите поле, никого не трогаете, а тут по радио слева враги, справа враги, нас атакуют со всех сторон. В эту сложную минуту нам надо схватить вилы и вперед на врага, пока враг не пришел к нам. Наши действия напрямую зависят от того, каким количеством информации мы обладаем. И если мы считаем, что кругом враги и все нас хотят атаковать, и большинство приняло решение атаковать врага первым, мы считаем, что правильным атаковать врага первым. И так как большинство не в состоянии контролировать ни радио, ни телевидение, у маленькой централизованной группы появилась возможность манипулировать действиями других людей, подавая им заведомо ложную информацию. Но как же хорошо, что появился интернет, и теперь у нас есть возможность узнать огромное количество точек зрений. Но это принесло новую проблему. Если раньше все было достаточно легко поступать так, как поступает большинство, то теперь непонятно, какое же мнение у большинства, какой точки зрения мы должны придерживаться, чтобы наша точка зрения оказалась точкой зрения большинства. Чтобы понять, какого же мнения все-таки придерживается большинство, мы делаем свое собственное исследование. Как это принято сейчас говорить, do your own research. Так как источников информации очень много, и мы не в состоянии исследовать все точки зрения, нам приходится полагаться на источники информации, чье мнение мы считаем авторитетным. То есть те источники информации, чье мнение совпадало с мнением большинства, все предыдущие разы. Мы привыкаем к источникам информации точно так же, как мы привыкаем к домашним животным или любимым музыкальным исполнителям. И со временем некоторые источники информации становятся нашими любимыми источниками информации. Как результат, в нашем информационном пространстве остаются только наши любимые источники информации. Все остальные источники информации мы либо игнорируем, либо считаем чушью. Как результат, в нашем информационном пространстве происходит битва наших любимых источников информации за наше внимание. Это самая настоящая конкуренция за то, кто быстрее и лаконичнее донесет информацию до нас. наши взаимоотношения с источником информации ничем не отличаются от наших взаимоотношений вместе с людьми если вдруг наше мнение не оказывается мнением большинства из-за нашего любимого источника информации мы говорим ему ты больше не наш любимый источник информации ты нас подвел кому мы теперь будем верить а теперь мы будем верить тому источнику информации которому мы не верили до этого потому что он же говорил так человек который еще недавно объяснял нам что чакры лучше раскрываются когда марс окажется в созвездии стрельца сегодня пытается доказать нам что мы живем на плоской земле в компьютерной симуляции которую создали рептилоиды мы слушаем и говорим быстро же ты переобулся таким образом скорость передачи информации напрямую влияет на скорость изменения нашего поведения в случае когда решение принято голосованием у нас в любом случае останется либо недовольное меньшинство либо недовольное большинство потому что в процессе голосования мы проголосуем не за свое собственное мнение а за то мнение которое мы думаем станет мнением большинства нам очень не хочется оказаться в меньшинстве если же общее решение принято консенсусом то есть голосование не было значит что каждый согласен с решением которое принято так как если до голосования даже дело не дошло то разногласий по вопросу нет если до появления блокчейна консенсус казался чем-то недостижимым, и многие люди даже говорили, невозможно прийти к консенсусу, то с появлением блокчейна консенсус стал обычной практикой. В белой бумаге биткоина было впервые описано техническое решение, как огромному количеству участников, которые не связаны никакой третьей стороной, прийти к общему решению. Как же огромному количеству компьютеров, раскиданных по всему миру, прийти к единому решению, какие транзакции будут положены в блок, и какой блок информации будет записан на все эти компьютеры. В блокчейне биткоина изначально любая транзакция попадает в mempool, некоторое виртуальное пространство, откуда майнеры берут эти транзакции и складывают их в блок. Майнеры выбирают транзакции с наибольшей комиссией, и как в результате формируется очередь. Сначала в блок попадут транзакции с наибольшей комиссией, потом транзакции с наименьшей комиссией. После того, как блок наполнится транзакциями до своего предела, в блокчейне биткоина это один мегабайт, майнеры начинают высчитывать хэш этого блока. После того, как какой-нибудь из майнеров высчитал хэш блока, то есть нашел ответ на сложную математическую задачу, этот ответ проверяется всеми другими майнерами. И если он действительно подходит к решению задачи, то этот блок записывается на все компьютеры. Так как количество транзакций в mempool постоянно увеличивается, и также комиссия за отправку транзакций постоянно меняется, иногда формируется несколько блоков с разными транзакциями. Образуются две цепочки с абсолютно идентичным прошлым и с отличием только в несколько последних блоков. Так как скорость формирования блоков в этих двух цепочках разная, в итоге одна цепочка окажется длиннее, а другая короче. Та цепочка, которая оказалась длиннее, та и является правильной цепочкой. И все майнеры переключатся на самую длинную цепочку. Та цепочка, которая оказалась короче, в блокчейн не попадет. Также может произойти ситуация, когда майнер подписал два блока. Время покупать биткоин. Солана. Лучший блокчейн. Также может произойти ситуация, когда майнер подписал два блока. Например, в одном блоке Андрей отправил Борису 100, а в другом блоке Андрей отправил Володе 100. Как же системе понять, Андрей отправил 100 Борису или Володе? Все майнеры постоянно друг с другом связываются, синхронизируются. Они отправляют друг другу информацию о принятом решении. И если какой-то из майнеров получил две противоречивые информации, он начинает обращаться к другим узлам сети, чтобы узнать, какое из решений поддерживается большинством. В результате средняя скорость передачи транзакций в сети биткоин около 10 транзакций в секунду. Хотя, конечно, каждая транзакция может передавать средства с одного адреса на тысячи других адресов. Но именно низкая скорость транзакций в сети биткоин была главным аргументом таких платежных систем, как Visa и Mastercard, которые поддерживают приблизительно до 24 тысяч транзакций в секунду. Чтобы ускорить количество передаваемой информации, то есть количество транзакций в секунду, начали искать новые алгоритмы консенсуса. Одно из решений по увеличению скорости передачи транзакций – это уменьшение времени на синхронизацию между узлами сети. Если уменьшить количество узлов сети, которые подписывают транзакции, то уменьшится и время на синхронизацию между этими узлами, что повысит количество транзакций. Одно из технических решений пришло с консенсусом Tendermint. Если уменьшить количество узлов, то есть валидаторов в сети, до нескольких сотен, то время на синхронизацию между узлами настолько уменьшится, что в одну секунду можно будет передавать 4000 транзакций. Скорость формирования блоков на консенсусе Tendermint приблизительно раз в 7 секунд. То есть в одном блоке может быть порядка 28 тысяч транзакций. Но на данный момент бесспорным рекордсменом по скорости передачи транзакций является экосистема Solana. В то время как пропускная способность Visa достигает 65 тысяч транзакций в секунду, пропускная способность экосистемы Solana может достигать 710 тысяч транзакций в секунду при условии 1 гигабитного интернета. Если же провести интернет на 40 гигабит, то количество транзакций в секунду вырастет до 28 миллионов. Таких рекордно быстрых скоростей Solana добилась благодаря Proof of History, доказательство истории. Solana просто взяла и отказалась от мем-пула. Теперь каждая транзакция несет в себе не только информацию о той сумме, которую передают с адреса на адрес, но также временную метку. Грубо говоря, внутри экосистемы Solana действуют единые часы. Благодаря этому все валидаторы прекрасно знают, когда и в какое время какая транзакция вышла, и более того, они создают живую очередь, в которой они знают, когда и какой валидатор будет подписывать когда и какой блок. Грубо говоря, консенсус достигается еще до того, как консенсус действительно принят. Во-первых, валидатор не может подписать два разных блока, потому что всегда известно время и блок, который будет подписывать валидатор. Во-вторых, не может сформироваться два разных блока и появиться две разных цепочки, потому что все заранее знают, в какое время будет сформирован новый блок. В-третьих, транзакция не может оказаться в нескольких блоках. Она не будет проделывать длинный путь сначала в mempool, а из mempool в блок. Она сразу пойдет в тот блок, который соответствует ее времени. Более того, решен вопрос с постоянным ростом комиссии за транзакции. Например, цены на комиссию за транзакцию в сети Ethereum порой намного выше, чем сумма, которую отправляют. Участники децентрализованных автономных организаций на блокчейне Ethereum просто перестали принимать решения. Они просто не хотят платить 60 долларов, чтобы проголосовать за или против. Но самое главное, что Solana это целая экосистема, которая состоит из огромного количества блокчейнов. И каждый может найти свое место в этой экосистеме. Так как количество валидаторов в сети Solana не ограничено, они постоянно устраивают тестнеты, в которых вы можете принять участие. И между прочим, я являюсь валидатором тестовой сети Solana. Но не только валидаторы могут найти свое место в экосистеме. Конечно, есть место и разработчикам, есть место и для инвесторов. Также вы можете использовать продукты, которые уже разработаны на Solana. Третье поколение интернета, Web 3.0, становится все ближе и ближе. Такие экосистемы, как Cosmos, Polkadot и Solana создают фундамент будущего Web 3.0. Так или иначе, всем нам придется найти свое место в цифровом будущем. И участие в распределенной экосистеме куда более интересно и выгодно, чем участие в централизованных структурах прошлого. Скорость передачи информации постоянно растет, а значит и мы не должны стоять на месте. И как обычно, специальный бонус для тех, кто досмотрел наши видео до конца. Найдите в Telegram русскоязычное сообщество Solana и напишите туда о том, что вы хотите принять участие в экосистеме. Подробности в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал SexyBTC, ждите наших новых выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok